Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Казахстан. Чуть более двух часов назад борт номер один сел в аэропорту Нурсултан Назарбаев. У трапа самолета главу государства встречал лично президент Казахстана Касым Жамартакаев. Завтра лидеры проведут официальные переговоры, на которых обсудят развитие межгосударственных отношений с акцентом на торгово-экономическое взаимодействие. Речь пойдет о расширении промышленной кооперации и наращивании сотрудничества в различных отраслях экономики. По итогам ожидается подписание пакета двусторонних соглашений. Впрочем, визит наш президент начал с памятного для двух народов места. Глава государства возложил венок к монументу защитникам Отечества. Сегодня же в Нурсултане торжественно открыли новое здание посольства Беларуси. Представительство нашей страны расположилось близ площади независимости в так называемом дипломатическом квартале. Дипкомплекс – своеобразный символ долгосрочного и стратегического сотрудничества. С точки зрения этого вороворота, который нас интересует всегда, Республика Беларусь добавила в два раза. И мы уже на сегодня показываем январь-август очень хорошую цифру. С нашей стороны это 600 миллионов долларов. Я думаю, что мы действительно планку в миллиард, как поставил президент задачу, преодолеем еще раз в этом году. Мы, первое, не должны отдать этот рынок никому, а второе – наращивать линейку продукции, наращивать партнеров, заходить в регионы. Нас здесь принимают очень хорошо. Отношение к белорусской продукции априори. Если белорусская, значит отличное качество. Мосты наводят и деловые круги. В Нурсултане прошел белорусско-казахстанский бизнес-форум, по итогам которого заключены контракты на сумму в 75 миллионов долларов. Стороны подписали 14 контрактов, большая часть в сфере машиностроения.